Поэт классиков классифицировал профессии человека в следующем порядке, конечно, по значимости профессии. На первом месте, по его мнению, находился священник, на втором – воин, на третьем – учитель, на четвертом месте – философ и лишь на последнем месте – поэт. Но бывает иногда, что отсутствует и священник, отсутствует и воин, отсутствует учитель, отсутствует и философ, и тогда поэт должен замещать всех. У нас в Молдавии годы, долгие годы, десятых лет, как мы говорим, годы застоя, и священника, и воина, и учителя, и философа занимал место юндруца. В своем веку я много раз убеждался, что золото, употребленное для облегчения жизни человеческого духа, в конце концов обращает тот дух в рабство. Только сам дух человеческий способен освободить и возродить себя. Видите ли, по моим наблюдениям, камень предупреждения всех наших усилий по воспитанию нового человека – это народные типы. Они застряли у нас, как кость в горле, потому что по каким-то таинственным законам духовного родства эти народные типы, конечно же, представляют народ. Несостояв на номенклатуре, не имея на то полномочия, эти народные типы представляют народ как бы нелегально, подпольно. И тут мы поставлены в дурацкое положение, считаться с ними не имеем права, игнорировать тоже не можем. Что есть, на ваш взгляд, главная отличительная черта народного типа? Ум. Ум и только? Ум для начала. Дом для жилья везде домом называется, а касса моря – это большой дом. Еще мой дед сказывал, еще и тогда, когда мед отдавал чем-то горьким, и было больше лачуг, чем домов, то и тогда у каждого настоящего человека была своя касса моря, свой большой дом. То есть, был уголок в лачуге, где хозяйка убирала понырянь, присматривала за ним, как за своим ребенком, и называла «касса моря». Отец, а вы так и не хотите меня похвалить? Великое дело, когда у человека есть своя касса моря. Деревня прозвала ее святой, и мы с тобой теперь обязаны о ней забыть. Почему это обязаны? А потому что все детство вместе, втроем, пошли коровы на речке, играли в камушки, там под старой ивой. Та ива, между прочим, так и стоит на берегу речки, еще будет долго стоять, потому что деревья, которые укрывали нас в детстве от дождя и сноя, это же святая святых. Откровенно говоря, я пришел попрощаться и с остатками колокольни, и с вами. И еще я хотел узнать, как погибла колокольня, как ей суждено было исчезнуть. Ибо начало и конец, это две стороны нашего существования. И для того, чтобы узнать полную истину, мы должны знать обе эти стороны. Как появилась колокольня, мы все знаем из истории. Как она погибла, это знаете только вы. Я и пришел узнать это. Что касается моих театральных впечатлений, самым, боже мой, одним из самых сильных был, конечно, каменное гнездо. В малом театре, который исполняла Пашина, я грешным делом вообще геревенский человек был и в большой степени. Я остаюсь еще и сегодня геревенским человеком, домашним. Редко в театр хожу, а тогда я вообще жил в Кишиневе. В Кишиневе сейчас театральное искусство на низком уровне, а в те годы вообще наши театры были в плачевном состоянии. Никто туда не ходил. И мне кажется, что сама мысль, чтобы пойти туда в театр, была бы, так сказать, нелепой. Но я оказался по поводу какого-то, по-моему, кинематографического... Писали какой-то сценарий, я уж не помню, каким образом оказался в Москве. И жил в гостинице «Москва». И в то утро передавали каменное гнездо с Пашиной в главной роли. Вы знаете, это были годы после войны, годы после гигантской бездомности всего и страны, и всего государства. Мы все были в поисках вот этого гнезда. Мы все искали, как бы и где бы осесть. Это были времена великого раздумья. И я не помню, я вообще не собирался вообще слушать, не собирался пьес писать. Куда-то я, помню, что-то укладывался в этой гостинице. Это радиоточка, как во всех гостиницах, она была включена, конечно, и работала. И вдруг появилась Пашина и стала говорить о каменном гнезде. И, вы знаете, у ней был голос потрясающий, он был завораживающий. Но этот голос работал на разных регистрах. Мощный голос может работать на регистре, так сказать, мощного великого русского народа. Это одно. Но тот же мощный голос может работать, так сказать, на защиту маленького северного народа, у которого рушатся вот такие самые, это другое. И вот я каким-то образом учуял, что речь идет о маленьком народе, то, что меня всегда волновало, о маленьком народе. И о проблемах, и я уж не помню, я как-то села рядом с этой самой, пока, собственно, спектакль не кончился, и так никуда и не пошел. Потому что оторваться от того, что там происходило, от той, я бы сказал, гармонической смеси чистоты и страстей было совершенно невозможно. И когда кончился спектакль, я не могу себе объяснить, каким образом я буквально в тот же день, может быть, даже в той же комнате, я уж не помню как, но у меня вдруг возникла вот эта самая Василуца и сын, который вернулся из армии, и ее молодой муж. Эта сцена, которая нигде не вошла, ни в пьесу, нигде, но сама эта троица, вот она вышла с молодым мужем, и в воротах стоит ее молодой сын, вернувшийся из армии, и сам момент этого, так сказать, потрясения. И уже с этой точки я уже как-то начал ее как-то раскручивать, раскручивать. Ты много лишнего выпил по Волаке? Нет, я трезво, Силуца. Тебе надоели шашни с молодыми девушками? Нет, не надоели. Значит, ты решил насмешить это село? Ты целую неделю ничем его не смешил. Ну, если село когда-нибудь и смеялось, то смеялось надо мной. Да нет, не то. Просто что-то захотелось целоваться. Теперь прошло? Прошло, но не совсем. Павел Ань, уходи. Только вот я хочу просить тебя об одной вещи. О чем? Чтоб ты больше никогда не смел переступать порог этого дома. Прости, Василуца. Просто сегодня такая прекрасная ночь. Ночь ему нравится. У меня сын с тебя ростом, Павел Аки. Да нет, он намного моложе. Ты все это дома высчитал? Нет, здесь, на этом самом месте. Слушай, Павел Аки, много глупостей лезет тебе в голову. К счастью, как залезают, так и вылезают. Уходи домой. А как дойдешь до дома, вылезет и это. Подожду. Потом пойду. Зажечь лампу. Не зажигай. Это коса Марь. Присветил он и прекрасно, как сказка в детстве. И я люблю эту коса Марь, Василуца. Ты пришел поглумиться над ней, Павел Аки? Я, конечно, смешок. Но ты знаешь, мне давно хотелось быть таким смешным. Только я сегодня отсюда ушел, как сразу затасковал. Затасковал по этой косе Марь. Так мне хотелось, чтобы все меня бронили. Назвали непутевым, беспутным. Но ты ведь знаешь, кроме тебя, меня никто не берется бронить. И вот я пришел. И что с того, что ты пришел? Я пришел ограбить эту косу Марь. Обобрать ее и унести с собой. И ты пришел вот так, ни с того, ни с сего. Пришел с пустыми руками, будто ее не грабили. Только потому, что она никому не была нужна. Василуца, давай ограбим ее вместе. Оберем до нитки и поделим поровну. Боюсь полулаки. Поймают нас хозяева этой коса Марь. Ты убежишь, захватив с собой все, что успеешь. А я останусь одна. Отвечать за все. Я убегу. Подойди ко мне поближе, Василуца. Посмотри мне в глаза. Не сдавай дурить. Я молдаванку я ударю на шум. Да не пугай. Я сам молдаванин. Может, кто другой, Василуца, ходит сюда. Может, ты с кем сговорилась, так ты скажи. А если скажу, возьму, что фуидишь? Нет, но хотелось бы знать. Повылаки, зажги лампу и сядь на тот стул. Повылаки, сколько тебе лет? Тридцать с лишним. Тридцать с лишним. Зачем врешь? Ну, может, тридцать без лишнего. Годы не сосчитаешь, тютелька в тютельку. Я старше, Повылаки. Ну, что с того? Пришел бы ты три года назад. Дала бы я тебе эту кассу, Мария. Бери. Делай с ней, что хочешь. А теперь поздно, Повылаки. Теперь у нее есть свои хозяева. И ты сам побоишься их. Какие хозяева? Может, и не стоило тебе говорить. Да пришел ты вором, открыл дверь укратко. Твоя осталась сторожить эту кассу, Мария. Разве она не твоя? Прошла она через много рук. Одни не сумели ее взять, другие сами не захотели. Но как бы то ни было, она принадлежала им. Задумала я ее давным-давно. Задумала вместе с одним хорошим парнем, которому понравилась моя выдумка. Поженились. В ту же осень выстроили. Едва успели крышу поставить, едва успела обмазать, и началась война. Ушел мой Андрей. И оставил меня на кухне одну с малым ребенком. Сколько длилась эта война, ты помнишь? Четыре года. Четыре года. Спросил бы ты молоденькую, оставшуюся с ребенком. И она сказала бы тебе, сколько тысяч лет шла эта война. По ночам просыпалась, приходила сюда. Ни окон, ни дверей. Стояла и плакала, что слишком красиво я ее задумала. И слишком бедная она вышла. А как-то надумала я. Дай-ка стану я ее готовить. С ней мы будем сильнее, с ней легче нам будет. Четыре года ждала я мужа. И четыре года готовила ее. Мои бедные руки, они вспомнили все, что они умели. Они оплачивали мазулями каждую гвоздь, каждую досточку. А по ночам они ее белили. Они ее мазали. В ту войну, когда, в ту весну, когда закончилась война, моя касса Мари впервые заулыбалась. Она спросила меня, как выглядит тот солдат, которого мы ждем. И когда он вернется. А вместо него пришло извещение. Много лет прошло, пока мы научились долбствовать. И вот даже сама не знаю, когда и как. Стала я ждать кого-то другого. Только эта касса Мари никого не хотела ждать. Она ждала того солдата. Обиделась я на нее. Сорвалась с нее всем, чем она была хороша. И стала обмазывать ее заново. Долго я мучилась, потому что не знала того другого. Что ему нравится, что нет. Но я очень хотела, чтобы ему понравилась эта касса Мари. Опухли руки от извести. Слезились глаза бессонницы. Но я ее сделала. Если бы он пришел. Если бы он только переступил дорог. Не пришел. Не пришел. Последние два месяца я беспрерывно жила в кассе Мари Иоанна Пантелеича Друца. Это были самые прекрасные минуты за последние много лет. Этот великолепный писатель, такой душевный, такой тонкий, знаком мне давно. Я познакомилась с прозой Иоанна Пантелеича. Я очень люблю его прозу. Я даже делала рассказы по его прозе, которые назывались, общее название было «Шапты дынук». Это значит «Шепот ореха». Такое поэтическое прекрасное название. Однажды я позвонила Иоанну Пантелеичу в Москву и сказала, Иоанн Пантелеич, разрешите мне инсценировать ваши «Листья грусти» или «Георгий вдовий сын». Он сказал, нет, я вам не разрешаю. Почему? Иоанн Пантелеич, мне так нравится. Иоанн Пантелеич, нет, вы должны поставить мою пьесу. И вот я поставила сейчас эту пьесу. Очень рада, что я ее поставила. И я очень рада, что я снова встретилась с Иоанном Пантелеичем вот так, один на один, как говорится, в пьесе, в материале. И смогла что-то такое сказать и что-то, чем-то прикоснуться к тому поэтическому, удивительному миру, в котором живет этот прекрасный писатель. Не пришел? Не пришел. Ни любви между нами не было, ни разлада, а и этот оставил вдовой. И вот спустя много лет я подумала, может быть, в третий раз выходят замуж. Только эта касса Марии слушать ничего не хотела. И вот пришло недавно письмо от сына. Пишет, что возвращается, что служба идет к концу. И тогда я решила оставить ему эту кассу Марии. Довольно она наплакалась со мной. Довольно погрустила. Пусть хоть с ним будет счастлива. И вот прибрала ее наряд. Настелила полы. И сижу, как сторож, караулю ее. Чтобы досталась она ему. Красивой и светлой. Прости. Прости, Василуц. Павлакин. Ты больше не придешь ее грабить? Не знаю. Не думаю. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Павлакин. Господи, помоги мне. Если он вернется, мне больше нечем будет защищаться. Я не поверил ни одному твоему слову. Я видел прекрасную кассу Марии. Молодые девичьи плечи. Им принадлежит она. Им и больше никому. Павлакин. Я не стану тебя просить, чтобы не узнала ни одна живая душа. В конце концов, все узнают. Я не стану так же просить, чтобы ты меня не бросал. В конце концов, все расстаются. Но если ты хороший парень, то, пожалуйста. Что? Никогда не смейся надо мной. Если я когда-нибудь и буду смеяться, то только над собой оселутся. Так подойди же. Я не могу сдвинуться с места. Потому что так долго ты шел. Так долго я тебя ждала, что просто не верится, что ты в самом деле пришел. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Было еще одно, но уже умение театральное, более связанное, я бы сказал, с культурой, больше связанное с искусством. И связано с Латвией, которую я очень люблю, как и многие другие. Это был 68-й год, драматический год наших событий в Чехословатии, когда, в общем-то, наша страна тяжело переживала. Потому что, конечно, танки на улицах Праги, они, в общем-то, входили, они тогда не только в Прагу входили, в каждый город нашей страны, входили в каждое селение нашей страны. И все мы прекрасно понимали, что начинается новый виток, драматический истоф в жизни нашей страны. И я помню, мы были тогда в Доме Творчества, вся эта наша интеллигенция, и драматурги, и поэты, и писатели. Мы долго гуляли вдоль этого самого залива, в каком-то, я не знаю, в каком-то отчаянии. Потому что невозможно было выразить самые страшные в жизни человека, когда, вы знаете, происходит много событий, а выразить их не можешь. Ты должен, как говорится, быстро глушить в себя, чтобы это все никак не высказывалось. И мы совершенно сотрясались от этого невысказанного. Ну, скажешь жене, ну, дочери кому-то скажешь, ну, плохо, и что ведь голос наш, человеческий, рассчитан не только для домашнего круга. Голос наш имеет гораздо шире диапазон, уже в меру таланта, в меру возможностей, но имеет другой диапазон. И таким образом мы брели, как-то непрекаянные по этому дубу, и там есть, вы знаете, очень старый храм, старая церковь, которая превращена в музей. И там есть орган небольшой такой наверху, который служил для репетиции. Там иногда давали концерты, но редко давали концерты. Но иногда приходила дочь, я не помню, это была дочь какого-то, мне говорят, какого-то профессора, по-моему, или дочь какого-то священника, я не знаю, который она репетировала там, на этом все. И в один из этих дней, очень сложных дней, как-то мы человек 5-10 зашли, там всегда открыта эта самая, эта самая церковь, как бы был так, сели там на стульях, и пришла эта молодая, очень здоровая такая, латышка, энергичная так, с твердым шагом, как будто она уже высказалась, хоть она нас удивила, где она могла уже высказаться и разгрузить то, что у нее было на душе. Но она поднялась и стала, вы знаете, играть на органе, и перебирать баха, какие-то мелодии и так далее. Это, вы знаете, был совершенно потрясающий, потрясающий момент. И настолько набилось народу, пока она перебирала, это не было концертной программы, она про себя какие-то моменты перебирала. И, вы знаете, как-то я тогда думал о театре, думал о нашем искусстве, что в трудные минуты жизни этот самый наш храм, он имеет две вещи, мне кажется, святые совершенно. Он имеет сцену, имеет звук или голос, и имеет тяжелые каменные стены, которые как-то в ту минуту или в тот вечер на два часа как бы ограждают нас от суеты и от безумия окружающего нас мира, дают нам возможность, ну, как-то успокоиться, поразмыслить. И уже вместе с этим органом, вместе с этой музыкой, и вот эта самая красивая, молодая, здоровая латышка как-то помогла нам, как говорится, выгрузиться, и мы вышли уже. Я как-то опять стал думать о театре. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Может, вы сядете на ваши места, и я увижу вас получше, и вы меня лучше услышите Каждый на свое место Как вы живете? Как ваши дела? Колокольня сгорела Хурия Миронович Это единственная горькая наша новость Вот уже две недели наше село не находит себе места Замолчи, не портит ли сердце человеку? Боже мой, Хурия Миронович, неужели вы такую новость не знали? О том, что сгорела колокольня, я знал еще в больнице Но как выглядит эта вершина холма без колокольни, я только сейчас увидел Мы боялись, Хурия Миронович Что если вы узнаете об этом пожаре, что у нас случился, больше не вернетесь к нам Ведь все село знает, весь мир знает, что не столько жена заставляла вас жить в нашем селе, сколько забот об этой колокольне Как бы то ни было, я должен был попрощаться с колокольней Ибо если мы прощаемся с родственниками и с теми, кого мы любим, почему бы нам не попрощаться с колокольней Которая столетиями стояла там, на верхушке холма И после этого, как вы попрощаетесь, вы нас не покинете, правда? Откровенно говоря, я пришел попрощаться и с остатками колокольни И с вами И еще я хотел узнать Как погибла колокольня, как ей суждено было исчезнуть Ибо начало и конец, это две стороны нашего существования И для того, чтобы узнать полную истину, мы должны знать обе эти стороны Как появилась колокольня, мы все знаем из истории Как она погибла, это знаете только вы Я и пришел узнать это Ничто не проходит бесследно, потому что то, что Друцца не был в течение многих лет 25, больше лет на молдавской сцене Не был в молдавском театре Несомненно, это было бедой и несчастьем не только Друцца Но и всего молдавского театра Он просто потерял такого замечательного драматурга И не просто драматурга, но потерял Не имел в это время такую систему размышлений Такого уровня мысли Такого уровня нравственности И заботы о человеческой душе Это все было выброшено Просто из обихода, скажем так Не только из репертуара, но и из обихода И конечно же, это не может сказаться На упадке самого театра А театр, несомненно, в упадке Ну что там говорить Но будем надеяться, что это возвращение Конечно же, все хорошо в свое время Конечно же, все нужно было делать вовремя Так же, как во всех наших других делах То же самое касается и театра, и драматургии Но мы не сделали каких-то вещей Мы не взяли золото, которое лежало у нас под ногами Мы предпочитали брать камни Или рзаться, или что-то другое И этим оперировать И давать это людям Понимаете? Вот в чем беда Это все бесследно не проходит И, конечно, за это приходится расплачиваться И если мы хотим что-то добиться Надо что-то наверстывать И уже очень трудно будет восполнить Эту брешь пьесами друтцы Нет, придется искать новые пьесы И я думаю, что дело в том, что Как бы не потерять, не проглядеть И не задушить то новое, что придет сегодня в театр Молдавия Долгие годы, если так можно выразиться Я буду говорить сейчас метафорично Молдавия долгие годы Весь союз знает сейчас об этом Была как бы, ну как вам сказать Маска Веселая маска На лик Советского Союза Ну, эти веселые наши Превеселые танцы Ну, веселые, превеселые Бесконечные песни Эти веселые, превеселые Бесконечные наши сады И Заслуга 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 друца В том, что он Вырвал Эту Эту маску С лика Союза И мы увидели печальный драматичный, истинный лик нашего союза. Ну как объяснить нам, себе, всем, что отныне и во веки веков развитие одного невозможно без важнейшего и, как вам сказать, успешнейшего развития другого. Но кончилось рабовладельческое общество, когда у меня могло быть что-то за счет изъятия у других. Кончился примитивный взгляд на капитализм, когда мы говорили и учили у марксистов, что вот капитализм обирает это самое. Оказалось, что капиталист как никто заинтересован в том, чтобы у тебя были деньги, чтобы ты у него мог купить. Оказывается, он вынужден. Все изменилось в этом мире, одним мы сидим и думаем, вот у того плохо, у меня будет хорошо. Пока мы, и в первую очередь наши русские братья, которые очень сами пострадали, мы же создали общий сиротский дом. Что такое Советский Союз? Слушайте, да это же дети, у которых нет родителей. Ведь вот чего мы добились, причем нет родителей у русских, которые как бы над всеми. Общий сиротский дом, и мы все плачемся друг перед другом, как плачутся дети, которые живут в детдоме. Товарищ, вы куда? Солдата не спрашивают, куда, он идет туда, куда ему приказали. Солдата самое большое, можно спросить, на сколько? Ну и на сколько? У меня 10-15, не более. Товарищ Груй занят. А вы думаете, что вчера вечером, садясь в поезд, я не догадывался, что занят? Мне прямо сердце говорилось, что зря деньги проездишь, зря мир переполомудишь. Но, как видите, отход на заранее подготовленные позиции, это не моя тактика. У нас сегодня важное совещание. А вы думаете, что всю прошлую ночь, трясясь битком набитым в огонь? Минуточку. Да, здравствуйте. Да, минутку. Здравствуйте, товарищи. Разве в этом городе, на здравствуйте, принято отвечать, в чем дело? Оставьте это, мой односельчанин. А, друг детства. Друг детства и школьные товарищи. Ну, ясное дело, если односельчанин. А слушай, друг детства. Тебе в приемной не говорили, что у нас тут идет совещание? У меня срочное дело. Более срочное, чем то, которое мы тут обсуждаем. Востократ. Ну, если востократ, то, конечно, крыть уж нечем. Ладно, товарищи, основное мы так или иначе, а уже обговорили. Так что давайте остальное в рабочем порядке. Садись, чего торчишь? Я не приучен садиться без приглашения. Слушай, не волей, дурака, врывается, понимаешь, как дикарь, когда у меня совещание идет полным ходом, и никакого ему разрешения не нужно. А тут он, видите, стесняется, не может сесть без приглашения. Не там. Садись вот сюда, поближе. Нет, я проехал 285 километров. Если ты остаешься верной нашей дружбе, то оставшиеся пять шагов сделаешь навстречу мне сам, так, чтобы мы с тобой смогли поговорить на равных. Слушай, ну откуда у тебя столько гонору? Я помню, на тебе штанов еще порядочных не было, а гонору хоть пруд прудил. Этот гонор у нас в деревне называется чувством достоинства. Да, чувство достоинства. Как же, помню, прадеда твоего еще господарем прозвали. Деда. Деда. Да. Галочка, принесите, пожалуйста, нам два чая. Три чая. Ты что, сразу два хочешь выпить? Но разве эта барышня не будет с нами чай пить? Спасибо, но на работе нам не полагается чаи распивать. Жаль, ты знаешь, очень жаль. А то она меня уже очень приглянула. Она тебе кем приходится? Она мне секретаршей приходится. Ну дай бог, как говорится, дай бог. Дай бог. Ну как там у вас дела? Что нового? Плохи наши дела, очень плохи. Сеем, когда все сроки выйдут, убираем, когда пора уборки прошла. Кушать садимся, когда весь аппетит перегорел. Что ж так долго раскачиваете? Чуждые элементы, понимаешь, одолеваю. Я вот там конефермой заведую. Зерна не хватает? Ладно. Фураж заводит, черт я когда? Ладно. Ты ведь крыши конюржем протекают. Чуть тучка набежит, спины у лошадей лоснятся, будто они с пахоты вернулись. А пахоты, однако, не было. Просто дождик прошел. Ну хорошо, когда лето, а поздней осенью я прямо неделями маюсь без сна. Чего не спишь? Заботы не дают заснуть. Мне лошадей жалко. Мне кажется, что они знают меня в лицо. Знают, какие высокие полномочия на меня возложены. Сквозь сон врываются ко мне табуном и спрашивают. Ну ты чего, товарищ заведующий? Ну отчего заведующий может? Ну а председатель? Так он и есть главный вредитель. Ну я понимаю, что он вредитель, но а насчет крыши для конюшен что он говорит? Ну а слушать его, так сам Карл Маркс наказал не перегрывать старые конюшны. Он говорит, что для коллективного хозяйства лошадь бесперспективна. Вместо того, чтобы потратить сто рублей на те же крыши, я лучше куплю запчасти да трактору на те же деньги. Чуждые элементы, они, знаешь, умные и начитанные. Но мы тоже не лыком шиты. Я его проучу, вот с тем к тебе и приехал. Что ж ты собираешься предпринять? Хочу добиться, чтобы его лишили власти. То есть как? Лишили отстранить? Отстранить? Его отстранишь, там без конвоя ничего не выйдет. Слушай, ну зачем же так прямо сходу калечить человеку жизнь? Можно ведь и поговорить с человеком и поспорить. Это было, ну все было, но ничего не помогает. Ты не знаешь, куда мне обратиться по вопросу конвоя. Понимаешь, боюсь, что с этим у тебя ничего не получится. У них там ремонт идет полным ходом. Вот нашли, когда ремонтироваться? Ты где остановился? В какой гостинице? Нет, в гостинице не пускаю. Говорят, сначала в баню сходи, а то конюшни воняет. В бане чего надо? Сапоги и шанель в бане не оставишь. Так что я устроился на вокзале. Часика-два за ночь подремлю на скамейке, тут же тебе кофе с булочкой по утрам. Выпил кофе, закусил булочкой, закурил и пошел к чисто и культурно. И долго ты собираешься баловать себя кофе с булочкой по утрам? Как тебе сказать? Сегодня у нас какой день? Суббота? Суббота. Я тогда один-ка два еще пробуду. А почему ты спросил, какой сегодня день? Вот тебе на! Уже если мы из кохода, то нам не надо знать никакой день, никакой число. Что-то ты о Марии долго не заводишь разговор. Заслуга другая большая, Друце, что он возвращает веру, веру в нас, в нашу историю, в языке. Я бы сказал, что он единственный, может быть, в своем роде. В каком смысле? Вот нас учили долго, во время застой учили, чтобы мы смотрели в жизнь и выбирали героя из жизни. А вы знаете, этот герой был убит. Его не было в жизни. И ниоткуда было взять. И Друце, ну, как мне выразиться, правильнее, но он не выдумывал свои герои. Но он создавал эти герои по его миру, по его структуре сам. И эти герои, я говорю, в жизни, к сожалению, почти не было. И вот случился такой обратный процесс. Люди стали учиться жить по героям книги. И так, значит, герои не пришли из жизни в книге, а вот обратно они ушли из книги в жизнь, если так можно сказать. И в этом другая, очень важная, по-моему, заслуга, что наши люди сейчас учатся жить по жизни героя Друце. Что-то ты о Марии долго не заводишь разговор. Живёт себе здоровая, весёлая, такая же красивая. А отчего же ты на ней не женишься, если вон столько лет прошло, она всё такая же красивая. Да какой же из меня жених? Война вон когда кончилась, а на мне те же сапоги, та же шинель. А потом вокруг неё уже вьётся какой-то тип, так что об этом и разговаривать поздно. Что за тип? А бог его знает, не тот турок, не тот татарин. Специальность у неё тоже какая-то неопределённая. Не то санинструктор, не то санинспектор. Только не по нашей части, по линии животноводства. А так красив собой, хорошо одевается и потрясающе свистит. Точно как свистит? Обыкновенно идёт по улице и свистит. И до того красиво, что когда проходит, дети так и висят на заборах. Вот должна бы тот свист и вскружил голову нашей Марии. Смотришь, и вечером он там у неё, и утром там. Ну, женихались они, женихались. Да она что, с ума, что ли, сожла? Ты не мог с ней поговорить? Я пробовал. Да было поздно. Теперь свайку вот уже на носу. Я за хротом писали, Твой духа писали. Твой духа писали. Ну, нет. Мы им эту свадьбу расстроим. Ну, как ты её расстроишь? Каз свадебной голубцы уже заложены в горшке, огонь под ними пушуют. Ну, ты швей, чего ты мне голову морочишь, когда у них свадьба? Какой у нас сегодня день? Ну, ты уже спрашивал, сегодня суббота. Суббота? Ну, если суббота, то будет свадьба прямо на следующий день. То есть воскресенье, то есть завтра. И ты отслеживаешься по вокзалу, пока не пройдёт её свадьба? Да любил ли ты Марию хоть когда-нибудь? Я её не только любил. Она сейчас для меня самая, что ни на есть, самая-самая. Над тебе шинели гимнастёрка, а ты рассуждаешь точно малое дитя. Если ты её любишь, ты должен был любой ценой помешать этой свадьбе. Раз не сумел, проглоти боль и обиду, и поезжай погуляй на её свадьбе. Ведь Мария, даже выходя за другого, она той же Мария останет. Да какая там гульба, когда у того свистуна ничего за душой нет. Искали музыкантов, да не дошли. Дали задаток одному гармонисту. Концюбкин сын вернул задаток. Потому что в соседней деревне тоже свадьба в воскресенье. Ему там посулили больше. Ну нет. Мы Марию выдадим замуж, как полагается. По всем канонам и обычаям. Алло. Квартира генерала Стручкова? Можно к телефону? А, здравствуйте. Очень рад и горд тем, что вы не только мой голос, но и моё имя-отчество запомнили. Нет, я вас тоже запомнил. Да знаете, просто приличие требует, чтобы, звоня в дом к молодой замужней женщине, тем более, если муж у неё генерал, делать вид, что не сразу узнаёшь её голос. Скажите, а как мне связаться с Николаем Андреевичем? А ему туда можно позвонить? Большое вам спасибо. Алло. Из ЦК комсомола беспокоит. Можно, Николай Андреевич? Давай, сидю там. Делай это спешно и так, что, если только возможно, жду. Товарищ генерал, здравия желаю. Видите, вы не зря про меня сказали из молодых, да ранее, действительно, ранее не успели вы высказать ко мне своё расположение, а я уже тут как тут. Да дело это, как вы сами понимаете, связано с организацией молодёжи. Хочу выпросить на воскресенье хороший полковой оркестр. Нет, не в пределах города. Мы выгружаем оркестр у проходной, без материальных потерь, разумеется. Очень вам благодарен. Ты что, целый полковой оркестр? А что? Так они объедят там всю деревню. Вы ведь еле-еле очухались после засухи. Марья Васильевна, голубушка, как перед Господом Богом сознайте, что у нас есть в буфете такого, чтобы погрузить на машины и поесть в деревню? Одна ливерная и ничего, кроме ливерной? Ну, а хлеб-то есть? Ну, хорошо, тогда ведь запас ливерной и ещё ящик с хлебом. Ведомости на все эти товары передать в бухгалтерию. Пусть удержит, из моих получит. Боже мой, до чего докатился мир? Пройти всю Европу, водрузить знамя победы над Рейхстагом. И всё это только для того, чтобы какой-то свистун мог жениться на девушке, которую мы оба любим. КОНЕЦ КОНЕЦ А нам в особенности было, по-моему, трудно. Я возвращаюсь к тем же временам. Уехали он в Унгуряну. Мы очень переживали, мы страдали, мы считали, что мы многое потеряли. Уезжал Ямил Лотяну. Уехали он в Пантелеич. Но он в Пантелеич оставался в своем рабочем кабинете с бумагой и с той правдой, и с той истиной, с той болью, которую он носил с собой. А мы оставались с массой людей. Надо было приходить, попытаться высказать боль о жизни или найти истину. Да ещё в это вовлечь группу людей, театральных людей, очень сложных людей. Потому что они все подвластны откуда, что. И выдержать это, тем более, когда на спектаклях не так, как сейчас, на спектаклях Иоанна Друца приходит с большим интересом, а приходили с прищуренным глазом, с обострённым слухом. И не зря всё-таки Иоанн Пантелеич говорил о том, даже сейчас, в эти дни, что театр, пожалуй, в те времена был самым живым искусством. Да, мы сами не то что грешили, но такой был способ. На сдачах, спектаклях мы всё даже говорили. Ну, ты совсем проморгай так, говори так мимоходом. Ну, это вообще не делай акцент. Эту фразу попытайся вообще не говорить. А потом на спектаклях я напоминал, или актёры сами говорят, так как там, я говорю, вот там как раз и говори. А ту фразу верни. А если вдруг что-то такое, так я потом скажу. И вот так мы играли в кошки-мышки с правдой, с истиной. А это же всё полосочки такие глубокие, такие рубцы оставляет в душу. И так затуманивает голову. Вы знаете, я думаю, что потом такого уровня нашей сегодняшней режиссуры, актёрского мастерства, театрального искусства Молдавии. Потому что мы все нас исполосили. И нас, что называется, просто наоборот, как когда-то был такой, во времена румынской армии, когда кто-то из солдат что-то натворил, то его пускали через строй и били. А, был, по-моему, и в царской армии шомполами, шомполами по спине. Так вот, у нас в душах наших вот такие шомполы оставались. Сейчас как будто кажется, что, да ну что тогда, что было? Ну, это уже прошло. Я встречаюсь иногда с такими людьми, говорят, ну сколько можно жаловаться? Ну, все прошло. Ну, что же делать? Ну, такова была власть. Ну, такие были люди, ну, таковы были условия. Да, совесть-то своя остается же всегда одна и та же, если она есть. А если ее нет, то тогда, конечно, и время, и все что угодно. Ведь Найон Пантелеича же время ничего не помешало остаться с этой же чистой совестью. Ну, хорошо, я понимаю. Ты обиделся и все такое. Но скажи мне, пожалуйста, почему ты в таком случае? Ты слышишь меня? Кэллин! Эй! Есть тут кто? Никого нету. Осталась я одна. Мария, сходи за Кэллином. Мне надо с ним объясниться. Он говорит, что не может прийти. Почему не может? Говорит, что болен. А что с ним такое? Он говорит, разрыв сердца. Пусть он голову не морочит. Он понятия не имеет, что такое разрыв сердца. Пусть меня спросят. Я вам всю жизнь мучаюсь сердцем. Но если не хочет идти, сама узнай, почему он не вернулся на птицефабрику. Даже вещи свои не забрал оттуда. Говорит, что вынужден был уйти. Говорит, обстоятельства вынудили подать в отставку. Но почему же, почему? Ведь не на их же фабрике все это случилось. Не он ответствен. Он говорит, что живой человек ответствен за все живое. Иначе все бессмысленно. Сама наша планета говорит, если взять ее в целом. Да при чем тут жизнь? При чем тут планета? Ты слушаешь еще меня, Мария? Слушаю. Узнаю у него. Почему не вернулся на фабрику? Он говорит, что когда потолок дает осадку, должна хоть одна мышка взять на себя ответственность за эту осадку. Конечно, мы сейчас находимся в Кишиневе, и зритель прекрасно нас понимает. Ему близок гуманистический смысл пьесы Друци, ибо мы живем в период, когда остро нуждаемся в этических ценностях, в эпоху, когда этим ценностям грозит опасность деградации. Гуманистический смысл пьесы Друци доходит до сердца каждого человека. Михаил Ильич, художественный фонд хочет узнать, где будет установлен обелиск и кто будет за него платить. Установлен он будет, как я там и написал, на могиле гвардии рядового. А стоимость его оплатит Родина. Художественный фонд спрашивает, Родина – это что такое? Артель, колхоз или организация какая? При чем тут артель? При чем тут колхоз? Родина – это организация. И передайте им, что ради этой организации во Второй мировой войне двадцать с лишним миллионов сложили свои головы. Несправедливо это как-то. Была ива, и нету вот ивы. Почему несправедливо? Это логично. Одни ивы стареют, сохнут, другие встают на их место. Была бы только речка и выпадки до речной влаги. А вдруг и речки не станет? Куда она денется? Река может лишь изменить русло. Я прихожу к выводу, что в целом у нас господствует в нашем сознании и в общественном сознании тот тип мышления, который я называю монологическим, и который не способен к принятию всей жизни в ее полноте. И даже вот уважаемого Иона Пантелеича я иногда обнаруживаю этот монологизм и стремление какую-то установить одну точку зрения на предмет. И это, мне кажется, не очень современный подход. У нас утрачено доверие к жизни как самостоятельной стихии, самостоятельной субстанции. что ли, утрачено доверие к разности, к многоликости жизни. Мы очень часто стремимся навязать самим себе, другим людям и в жизни в целом, в действительности так называемой. Свои выношенные и кажущиеся нам устоявшимися и очень ценными, очень высокими, очень правильными идеи, так сказать, концепции, подходы. И часто вместо того, чтобы добиться того, чего мы хотим, то есть как-то упорядочить эту жизнь, как-то внести в неё, в её хаотизм, какое-то, так сказать, космическое начало, то есть упорядочивающее начало, мы, наоборот, рассогласовываем эту жизнь именно вот этим своим монологизмом. И мне представляется, что вот эта особенность мышления очень характерна, к сожалению, для многих национальных республик. Я не могу согласиться с чрезвычайно интересной мыслью относительно взаимоотношения индивидуума и произведения искусства и влияния на историю, на события. Понимаете, тут есть две разные вещи, товарищ Лосеев. С моей точки зрения, я заранее скажу, что я могу ошибаться, и даже вам в Кишинёве нас скажут, сколько раз я говорил не то, что нужно, и писал не то, что нужно, да я и сейчас это продолжаю делать. Поэтому я субъективен, как все люди, но мне представляется, что тут есть две вещи, которых, мне кажется, путать не нужно. Одно дело множественность явления жизни во всём. В культуре, естественно, должны быть многие вкусы и точки зрения. В политике мы устали действительно от одного единственного правительства. то дети наши видели то правительство, то бабушки хвалили то правительство, то внуки опять перед тем правительство. Это катастрофа. Каждое поколение должно иметь, как говорится, уже свои портреты, свои идеалы, свои голоса. То же самое происходит в экономике. Мы не можем с одним рублём в кармане ходить, понимаете, несколько поколений подряд. Это тоже глупо. Тем более, что он неконвертируемый. Это происходит в других вещах. У нас должна быть множественность в жизни, в дискуссиях, в множественных точках зрения. Но в созидающем начале как раз множественность может убить интересы творчества и индивидуума. Здесь это вещь недопустимая. Если исходить из вашей точки зрения, то художник, уже садясь за стол, доказывая какую-то свою гипотезу или определённый свой позыв, он уже изначально должен считать, слушай, а ведь на этот предмет есть много точек зрения. А если он всё время будет считать, что есть много точек зрения, так он никогда не доведёт её до конца. В конце концов, когда Спаситель произнёс свою знаменитую Нагорную проповедь, уверяя вас, что было тысячи точек зрения, но он сказал, что до меня говорили так, а я скажу, не убив врага своего, я скажу то, я скажу... Это, я вам скажу, был верх индивидуализма. Он вколотил свою точку зрения, она стала основой христианства. С вашей точки зрения, это было глубочайшей ошибкой, потому что нельзя так вколачивать одну точку зрения, когда их есть много. А он сказал, нет, есть одна моя, я верю, что она лучшая. Но вы правы только тогда, когда эта трибуна, эта возможность предоставляется злодею. Это трагедия. Я вас понимаю. И этого нам надо очень бояться, если мы не сможем контролировать, потому что может прийти отец и учитель народов, который скажет, что ничего нет, кроме классовой борьбы, надо утром вставать, взять камень в кармане, выйти на улицу и смотреть, кого в него нужно кинуть. Это, конечно, трагедия. Так что я считаю, что влияние, что художник и индивидуум, зная все точки зрения, должен все-таки провести в жизнь свою единственную как индивидуума и как выразителя определенных слоев и определенной национальной культуры. Мне кажется, что сегодня те, брошенные в споре, например, о монологизме, я хочу вернуться к этому, потому что считаю это важнейшим моментом, важнейшей ошибкой большинства людей, которые занимаются театром, я имел возможность со многими увидеться и спорить по этому вопросу, идет ошибочное, глубоко ошибочное непонимание природы драматургии Друци. Она сравнивается, как вам сказать, с культурой других народов, у которых был совершенно другой образ жизни. Драматургия Друци это драматургия библейского народа, вот вы сказали четыре тысячи лет. Это народ, который всегда был оседлым, и у него не было набегов даже на другие народы. Он всегда делал одно, он не выходил, выполняя библейскую заповедь, не делай другому, что не хочешь, чтобы тебе делали. Он не выходил за свои границы. он старался только защищать то, что он имеет. И само драматургическое построение Друци, это построение крепости, и все время зло извне приходит. Друцин диалогичен, он диалогичен внутри себя, он диалогичен по отношению к окружающему миру враждебному, он верит, как подлинный, врожденный, космогонический христианин, он верит в то, что человек есть высшее создание Божье, что в нем все заложено, все плохое, это как бы извне, который начинает вот туда. Поэтому я считаю, что дорога к Друце, дорогие товарищи, как к драматургу, впереди. Ходи же, дочь моя. Я не могу к вам войти, святой отец. Не смею. А чего не смеешь? Потому что я бедная, духом павшая грешница. Чтобы добраться до вашей обители, я прошла очень длинный путь. У меня ноги в ранах. Там, где я стою, остаются следы, потому что по бедности своей у меня никакой обувки нет. Входи. Входи, дочь моя, не бойся. А если от ног твоих останутся следы, я сам уберу за тобой. И это будет лучшим днем моей жизни. Музыка. 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 стала. И какая же боль, дочь моя, какое горе заставило тебя бросить на произвол судьбы шестерых ребятишек. Тяжкий грех лежит на мне, святой отец. И когда я осознал этот грех, дала обет, как только раздобуду мешок кукурузной муки, чтобы оставить ребятишкам на пропитание, тут же отправлюсь к святым местам вымолить прощение. Поделись, поделись с нами, дочь моя, и пусть это станет твоей исповедью. Ой, святой отец, даже не знаю, с чего начать. Как только стала размораживать и пошла первая оттепель, просыпаюсь я как-то ночью от тяжелого духа. Ну, прямо вонь несусветная стоит. Смотрю, собака в сенцах что-то грызет. Ну, вырвала я у нее ту падалью, ну, выбросила через забор в помойку и легла. Но до утра уже заснуть не могла. Какие-то кошмары мучили. Все мне казалось, что вот близкого, родного человека бросила через забор. Что-то голосила и причитала во мне до утра. Встаю утром и нарочно иду посмотреть, что же она там грызла. И что бы вы думали, святой отец, человеческую руку от локтей до самых пальцев она грызла. Господи, да откуда собака могла ее утащить? С поля боя. Да разве павших не хоронят? Хоронят, когда летом легко землю копать. А тут, говорят, было какое-то сражение. Брали какую-то там крепость, но случилось все это зимой, когда реки промерзли, и сама земля глубоко промерзла. Убитых было много и с той, и с другой стороны. И куда их девать? Кое-как продолбили мерзлую землю. Схоронили. А весной разлились реки. И поскольку могилки были неглубокие, вода смыла покойников из могил. И тут зимовавшие в лесах голодные волки, одичавшие собаки, налетели на тот тяжелый дух. И растаскали покойников по лесам. То-то весной какой-то тяжелый дух докатывался даже до нас. Успокойся, дочь моя. К тому же, как я полагаю, то были турки. Но святой отец, говорят, что янычары – это наше плоть и кровь, которой мы платили дань туркам. Они увезли от нас в плетенных корзиночках тысячи и тысячи мальчишек. Моя мама перед смертью созналась, что турки отняли у нее двух первенцев. И так она мучилась и звала их. И я подумала, вдруг кружка притащила в дом руку моего родного брата, а я с просонью кинула ее в помойную янду. Ведь если это так, святой отец, то прощения мне уже не будет. Ни на этом, ни на том свете. Господи, не покинет нас милость Твоя в этот час. Ты поведала об этом священнику. А у нас нет священника. Когда село подалось в леса, он пошел за своим селом. И там, застудив свои болячки, скончался. Да что ж вы на его место никого не нашли? Не нашли. Потому что у нас храм совсем развал. То есть, если бы село захотело, его еще кое-как можно починить. Но люди не хотят. Почему? Люди не веруют больше в Бога. Мне горько об этом говорить, святой отец. Но это так. Что ж, без молитв, без отпущения грехов, без светлых праздников, так вот и живете. Так и живем, святой отец. Так и живем. И уже не всем селом. А так каждый сам по себе. Сегодня сам по себе. И завтра каждый сам по себе. Если правду сказать, святой отец, Село наше совсем одичало, И живя среди этих опустившихся людей, Иной раз подумаешь, а что? Пройдет и год, и два, и три, И мы ей, шихей, Впадем в варварство. И опять будем идти друг против друга. Опять будем ступать по-живому. И не видеть ничего, кроме своей выгоды. Точно никогда и не было Сына Божьего среди нас. Сын мой, Поставь эту лохань сюда. Налей в нее Ромашкового настоя. Помоги мне Опуститься на пол. Дочь моя, Дозволь мне Омыть твои ноги. Дозволь мне Прикоснуться к страданиям твоим. Да что вы, святой отец? Да ни за что. Да я лучше умру. В этом нет ничего Постыдного, дочь моя. Наш Спаситель Иисус Христос На тайной вечере Омыл ноги своим ученикам. Сказал при этом Раб Не должен быть выше своего Господина. А что есть пастырь? Как не раб своей паствы? Святой отец, Позвольте мне Покинуть монастырь И уйти с этой женщиной в мир. Мы не можем отпустить ее, Не попытавшись помочь ей И ее народу обрести себя. Слава Богу! Субтитры делал DimaTorzok Наш послушник, не скрою от Тебя, что Ты стал одним из самых любимых моих сыновей. Ввиду своей старости я сам часто падаю духом и как никто нуждаюсь в Твоей помощи. Но что бы стоила наша вера, если бы мы отдавали только то, что нам не нужно? Иди, иди, любимый мой сын, я отпускаю тебя, обитель наша богата. Расспроси у этой женщины, чего там особо не хватает. Иди в казначейство, во все наши службы иди и именем моим возьми все, что там понадобится от себя. Я тебе подарю на память эту старую пшалтырь, переписанную мной еще в юности на святой горе Афон. Спасибо, святой отец. Я сегодня же отправлюсь в путь. Что касается до нужды ее деревни, то, судя по словам Екатерины, туда надо брать либо очень много, либо ничего не брать. Сам-то ты к чему склоняешься? К тому, чтобы ничего не брать. Не зря я полюбил тебя, сын мой. На своем веку я много раз убеждался, что золото, употребленное для облегчения жизни человеческого духа, в конце концов обращает тот дух в рабство. Только сам дух человеческий способен освободить и возродить себя. Иди, иди к людям, сын мой, делись с ними крышу и хлеб, опустись во все их низости и вместе с ними сгинь или возродись вместе с ними. Я вчера, вы знаете, в Аргееве послушал, выступала одна глига, по-моему ее зовут. Ну, вы знаете, совершеннейшее очарование, учительница из села. Она меня поблагодарила за то, что я помирил ее с спокойным отцом, что для меня было совершенно вообще удивительным. Она говорит, что ее отец, вот они жили в деревне, и он, вы знаете, был скептиком по отношению к культуре вообще, и к книгам в частности, и к печати. Он был неграмотен, гордился тем, что он является неграмотным, был воинствующий неграмотный человек, не хотел ничего читать. И когда она слишком увлекалась в школе чтениями и так дальше, он ей говорил, что это вообще пустое дело, и он разочарован, что она тратит время, что это все пустота, они вообще пишут вообще глупости, и это все неправда, он лучше знает жизнь и так дальше. Она, с другой стороны, была отличницей, училась и поступила в университет, у нее были большие перспективы, она говорит, я не могла отказаться уже от того света, культуры, в которую я входила, а он, с другой стороны, я его любила, а он, с другой стороны, кинул меня обратно. И так длилась до вашего романа «Отдаеме нашей доброты». И когда появился троман, я как-то усадила его рядом и стала ему читать о Гологе 46-го года. Как-то он очень призадумался и ничего не сказал. Потом говорит мне через два, слушай, сказал, а что там еще дальше, там еще оставались какие-то куски давали. В общем, она ему что-то почитала, почитала. Он очень долго молчал, потом сказал ей, что он очень сожалеет, что не выучился грамоте, чтобы самому это все прочитать. И на этой книге, она говорит, мы с ним помирились. И я его проводила из жизни и так дальше. И должен вам сказать, что из тех монографий и тысячи критических стакей много, что было сказано обо мне в Молдавии, справедливо и несправедливо. Может быть, эта женщина сказала самое сокровенное, самое дорогое для меня и что может быть вообще в жизни художника. Что за дикие несусветные времена? Как могло случиться, что человек, ради которого ты идешь на все, именно он первым поднимает камень против тебя? Разве ты из-за меня всю эту волынку затеял? А то из-за кого? Но кто тебя об этом просил? Ты? Ты и просила. Раскололись, наконец. Был сговор. Я это поняла с самого начала. Все они туда дна, шайка-лейка. Срочную связь с центром. Гитцы, побойся Бога. Может, я и вправду, не подумавши, обидела тебя. Ну, гитцы, побойся Бога. Если мы вот так, ступая по-живому, будем закладывать друг друга, куда дойдем? Да, твоя правда. Мы с тобой месяцами не видимся, и сегодня, выйдя отсюда, ты со мной даже не поздоровалась, но право не в этом дело. Товарищи, отпустили бы ее домой. Я не смогу при ней рассказывать. Теперь я сама не уйду. Еще чего. Выкладывай давай. Как знаешь. Я хотел бы начать с того, что Адокия лет напи старше меня. Когда мы подросли и стали глазеть на своих сверстниц, Адокия была уже невестой на выданье. И что это была за красавица, Бог-то мой? Статная, приветливая, сияющая. Голос, как колокол. Так что в хорошую погоду, когда она дома, один ее голос на всю деревню. Когда она в поле, голос ее один на всех холмах. Нет, как хотите. При живом человеке не гоже так говорить. Если позволите, я лучше в письменном виде. Ты что, такие хорошие слова на бумагу тратить. Да пока ты будешь закручивать хвостики, буквы у тебя выдохнутся. Ну ладно. Словом, была она лучшей девушкой деревни. И не знаю, то ли потому, что у меня долго не было своей девушки, временами она мне казалась своей. То ли потому, что у меня не было сестры, временами я смотрел на нее глазами брата. То ли потому, что у нас в семье рано померла мать, и мы ее всю жизнь тихо по себе жалели. Временами она мне и матери ее казалась. Ну послушайте, вы же цивилизованные люди. Либо одно, либо другое, либо третье. В том-то и дело, что она для меня была и в первом, и во втором, и в третьем лице, и даже в четвертом. Потому что до сих пор, когда при мне говорят о Молдавии, я вижу перед собой молодую Адокию, идущую теплым летним днем подклассившемуся полю. Видите ли, сам колхоз как организация не способствует процветанию высоких чувств. То я возвращаюсь домой весь в заботах и каменной пыли, то она идет на встречу усталой и выстлевшей на полях одежки. Что за радость от такой встречи? А то бывает, что и встретимся, как будто ничего. Но либо настроение не то, либо слова подвернулись не те, и мы снова откладываем тот миг, когда по-настоящему встретимся и обрадуемся друг другу. Другими словами, вы нам поведали о своей глубокой и, кажется, безответной, только Бога ради не произносите этого слова. При помощи этого слова так много в мире было опошлено и захоронено. Заметано! Едем дальше! Я при каждой важной новости и перед каждым серьезным шагом советуюсь с ней про себя, разумеется. Думаю, у нее есть потребность осмыслить свою жизнь в беседах со мной. Потому что даже сегодня, выходя отсюда, не успев меня толком разглядеть, поздороваться, не успев, она... Да нет, ее взгляд на миг сверкнул опять огнем той давней молодости. И сказали мне те глаза, вот гицы! И опять нас собирают вместе! И опять нам показывают какую-то клячу, ведя при этом разговор о красивой лане. И опять же нас, женщин, гонят впереди, потому что мы слабые и беззащитные. Да неужели, спросили меня ее глаза, неужели на этой земле не осталось больше мужчин? Неужели мы уйдем в землю кормить червей, так и не сказав, кого мы считали клячей и что почиталось у нас святым? А думать только! Один взгляд, одна секунда, а как много она успела ему сообщить! Национализм, как известно, оперирует сплошь неконтролируемыми ассоциациями. Не надо путать националистов с национальными мучениками. Ты прости меня, гицы. Что ты, Адоки? Наоборот, я даже рад, что так вышло. Теперь, по крайней мере, известно, что нас, не признающих в этой кляче красивой лане, уже двое. Этого еще не доставало коллективного, так сказать, выступления. Но какая, скажу я вам, смелость? Какой бросок? А я с вами не согласен! То есть? Я с вами не согласен! Вы говорите, какой, мол, бросок и так далее? А я не согласен. Я считаю, что в данном случае мы в данном случае мы имеем дело с болезнью. С болезнью. То есть, с какой болезнью? Этой весной мне пришлось участвовать в одном закрытом семинаре. На том семинаре выступил профессор из Москвы и рассказал, что, оказывается, болезнь есть такая. Небоязнь. Каждый человек, сказал профессор, если он существо разумное, чего-нибудь добоится. Но изредка попадаются типы, которые ничего не боятся. Более того, сами лезут на рожон. Эти люди, логически рассуждая, есть люди больные. И болезнь их называется небоязнью. У драматурги Друца есть два глаза. И, по-моему, один глаз у него плачет, другой глаз смеется, если так можно сказать. Я не смотрел все спектакли и в Москве, и в других республиках. Не могу судить. Я все, но те, которые я смотрел, по-моему, ошибка режиссера, что они, понимаете, или оба глаза плачут, или оба у другого оба глаза смеются. в этом я вижу, просто я не могу сказать, что ошибка, потому что режиссер имеет, каждый режиссер имеет право видеть, как он видит. Но для меня, как зрителя, понимаете, или как знаток текста Друцца, меня это шокирует. И другой еще шокирует. Понимаете, я вижу, что многие, уже ни один режиссер видит в Друцце сатирика. Друцца не сатирик, Друцца не пишет сатиры, Друцца пишет трагедии, современные трагедии. И вот они видят только, ну, сатира, то верхний, я бы сказал, верхний пласт. Да, пласт, так можно, да, пласт. А значит, трагедия, значит, это второй уже пласт. И вообще Друцца работает на метафорах. Метафорах. И, к сожалению, вот, я бы сказал, что режиссеры не работают в этом пласте метафора. Или потому, что они боятся, что они поймут зрителя, то есть недоверие, я бы сказал, зрителю. Или просто не могут вот спускаться вот вглубь, значит, вглубь. И я думаю, что не надо даже добавить режиссеру метафору. что случается? Я думаю, так прилагаю, что режиссеры, значит, ищут свои метафоры. Им как будто стыдно, понимаешь, что у драматурга есть такие сильные метафоры, он должен искать свои метафоры. но их много в самой драматурге, их не надо даже добавить. Я думаю, что долго режиссера подчеркивать вот те метафоры, только подчеркивать, которые есть у Друца. Я вот даже смотрел спектакли московского театра сатиры, и рыжая кока была с колокольчиками. Ну, тоже в ключе, в сатирическом ключе они, значит, работали, но это не сатиры, это трагедия, это трагедия большая, и вот они, кажется, мне пошли в поиск лань, этой лани, значит, но не надо искать лань, не надо искать образ лани, образ лани. Эту лань, это наша душа, молдавская душа, красота молдавской души, и вот знаете, эта красота, эта душа, понимаете, уходит, уходит от нас, нас очень беспокоит, понимаете, мы живем богаче, но душа скудеет, она куда-то бежит, как вот эта лань, понимаете, и вот мы, и режиссер, и актер, вот, должны искать вот образы этой лани, образы этой лани. Ну, я, понимаете, я не критик, я смотрю на, как, как вот, на, на, эти вещи, и извиняюсь, если я не прав. МОЛИТЕЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан!